МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здарова, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет, друзья! Сейчас начнем. У нас сегодня же запускается тест Дивижена. И мы сейчас пытаемся всех сориентировать. Блин, как это работает-то? Посетить форум. На хроме. Сейчас. Здесь должно быть как-то... Вы зарегистрированы. Спасибо за регистрацию. Причем здесь... Скалонбонс, это вообще другой проект. Короче, друзья, на самом деле, сегодня стартует тест. Покажите платформу. Также можно висеться в бутылке. Тюялс. Во все, во все тесты зарегистрировались. Смотрите, как-то должна работать система приглашения друзей. Дивижен. Запусти Эдж. Как-то можно приглашать друзей, но... Ни хрена не понятно, как это делается. Давайте я попробую обновить куки. Куки-с! Обновить. Ну, ни хера нет. Не знаю, не работает. Органахи пишет, что вот здесь должны быть приглашения для ваших друзей, но их нет. И это очередной поклон Юбисофту. Короче, ладно. Не знаю. Херня какая-то. Вообще, как можно сделать так, что у тебя на одном браузере что-то работает, на другом не работает? Я могу запустить другой браузер? Но тут нужно логиниться, что-то смотреть. Окей. Давай. Это настолько неудобно, что бред. Еще пароль все исполнить надо. Допустим, залогинился. И что? Бета-тест подробнее. Ну, ничего нет. Как друзей-то приглашать? Андрей, привет. Когда запустят бета? Бета сегодня в 12 стартует. Партнерская программа. Что такое партнерская программа? Это не то. Как приглашать... Сука! Вот, как приглашать друзей. Это для первого дивижена. Да? Класс. Реально. Вот сейчас вы активируете, когда доступ вам может... Вы можете пригласить трех друзей. Я нахожусь на странице бета-теста. Да? Да. Как мне пригласить друзей? Новости нет. Партнерская программа. Путь к дивижену 2? Вот это? Получи награды. Это не то? Арганаки вы не продолжают скидывать вот эту ссылку, но здесь ничего нет. Не знаю. Ну и хрен с ним. Короче, друзья. Все как-то через жопу сделано. У меня на странице. Зарегистрируйте, чтобы мы с удовольствием сообщаем, что вы можете... Да я уже открыл через браузер Microsoft. Вот, пожалуйста. Вот он. Так. Оформим предзаказ. А это не так. Вот это вот. Здорово! Привет! А должно быть по-другому. Действия участников ЗБД. Есть ниже. И реально бесит, что надо постоянно. Ты авторизован уже. Зачем нужно постоянно входить, перевходить? Вот, здесь я залогинен. Почему нельзя сделать, чтобы на сайте все работало сразу? Боже, какое через жопу все. Не знаю, меня бомбит. Запомни пароль, пожалуйста. Дружище. Давай. Ваш электронный адрес был подтвержден сто лет назад уже. Ой, иди в жопу. Все, надоел, короче. Дебильная система реферальная. А, здорово, друзья. Короче, давайте Денису. Привет, друзья. Мне Эйдж помог. Мне нихрена не помог. Мне в этой жизни ничего не поможет. Давайте вместе с вами кофейку выпьем. Играть уже сейчас. Ну смотри. Ладно, последний раз. Оформить предзаказ. Я залогинен. Играть уже сейчас. С удовольствием сообщаем, что вы можете выполнить предварительную загрузку игры. Все, у меня ничего больше нет. Ну и херстер, короче. Здорово, друзья, еще раз. Привет, с 10 же. Не знаю, Арганаки написал, что с 12. Может быть с 10. Я не знаю. Давайте посмотрим. Играй. Дивижн. Загружено, но запускать еще нельзя. Поехали смотреть, что у нас было по новостям. Собственно, вчера вечером я на стриме. Думал, поиграю в дополнение к игре Kingdom Come Deliverance. Музыка не громко, да? Может потише я сделаю? Или просто у меня в наушных фонограмме? Да, вот так сделаем. Вот. Вчера я показывал Kingdom Come Deliverance. Вышло дополнение отряд бастартов, которые в игре называются какая-то банда ушлепков. Не знаю. И в каком веке игры будут делать проблемы? Вообще не знаю. Еще тише. Давайте сейчас потише сделаем. Вот так. Наполовиночку. Здорово! Привет, Алексей. Алексей вчера написал в сообщество и такой возьмите меня поиграть в свою банду, пожалуйста. Сходил в зал. Какой зал, чувак? Ты что? Я проснулся только, в зал сходил. Вот. В общем, почему-то называется отряд бастардов. В английской варианте написано Bastard Band. В игре самой было написано... Ой, как же там было написано-то? Мне Twitch не дал название такое создать даже. Я... Как же она называлась? Я пытался его обозвать так, как оно... Сейчас у меня стрим. Шайка ублюдков. Вот. В записи написано. Друзья, шайка ублюдков называется данное дополнение. Она очень забавная, но, к сожалению, за 3 часа проходится. И... Она очень однообразная. Вы едете в поход. Вам нужно 4 раза победить негодяев. В последний раз там долго я бегал, кайтил, убил всех. И такие, я выжил один. Увы. Не знаю. Довольно странное решение. Ты что ругаешься? Это название игры такое. Я не ругаюсь. Ладно, давайте, смотрите. Во-первых, анонс. Спойлер и анонс. У нас сегодня вконтакте... Где тут наш вкон... Вконтач. Мы сегодня будем разыгрывать ключики... Сейчас скажу. Спойлер. Вот, смотрите. Разыграем 15 ключей в ЗБТ конкурс Блэйд. По секрету скажу, что ключей не 15, а 50. Но мы их добавим, если будет много желающих. Так что, если вдруг вы хотите попробовать новую игру от Mail.ru, которую они будут выпускать, следите. Сегодня в 12 часов мы сделаем постик. Плюс, я думаю, что мы, наверное, и на форуме раздадим через нашу обычную... Через нашу обычную систему, типа, хочу ключ, что-то такое. Вот, вы там попишите, и если будет много желающих, мы раздадим ключи. Вот. Ты не покупал его на PS4 за 700 рублей? Кого? Не покупал. Я его купил в Steam за 200. Вот. Спасибо, кстати, за подписку. Всем... Я, к сожалению, до сих пор... Давайте я сейчас поставлю от... Донейшн этого альерца. Поставлю от Гара... Настроечку. Мы сегодня... Давайте будем так на расслабоне. Да, мы не будем слишком сильно форсировать события. И... Сейчас вот оповещение настроим. Возьмем ссылочку для встраивания. Пойдем ее вставим сейчас. Давайте вот это в оба... Вот сюда. Вставим. Окей. Во. И, например, давайте попробуем сделать тестовое оповещение. О-е-е-е! Все. Сообщение. Будет снова работать. Акигара. Я никак не могу настроить вообще. Мне кажется, ты когда становишься старый, у тебя ни на что времени не хватает. У тебя столько каких-то дел... Двойное сообщение. У тебя столько... Якобы дел много. Кстати, да. Я думаю, сейчас просто вывалится список всех, кто подписывался. Спасибо, друзья, за подписку. Лайк, шер, репост. Люблю вас. Стоит ли играть в дополнение Kingdom Come вообще? Слушай, ну... Да. Ну как? Оно стоит, во-первых, недорого. И, во-вторых, оно забавное. Ну, как бы, три часа времени за 200 рублей я поиграл и понаслаждался. Вот. Какие вы сложные. Человек, которого ты просишь пригласить, уже приглашен в бетку. А, ну все, хорошо. И это я рад. Ну, вы просто определитесь, кто в 12 будет врываться в... У нас в 12 должны запуститься сервера с Division. Я, кстати, почему-то сегодня прям был уверен, что сегодня игра уже запускается. И мы прям в 12 будем все врываться. А мне придется ехать за ребенком в школу. Я такой, как же так? Там без меня играть-то снова начнут. Это была причина, почему я первую забросил. Потому что без меня играли ребята, и они далеко вперед умчали. А я остался в жпито. И, короче, было очень грустно. Вот. Короче. На этих выходных стартует очередной тест MMORPG Kingdom Come... Фу ты, Kingdom Come Deliverance. Конкурс Blade. Будем раздавать на нее ключики на сайте и ВКонтакте. В 12 часов дня сегодня будет анонс. Смотрите. Раздавать не будете доступ в бетку. А, а... У меня какие-то ключи были. Я не знаю. Я их, правда, просто написал ребятам из Ubisoft, что у нас у всех ключи есть. И нам они не нужны, чтобы они их забрали. Так что... Вот. Не знаю. Будем раздавать на... Конкурс Blade. Точняк. Уже запланировано все. Давайте смотреть, что у нас было вчера интересного по новостям. Промо-фото. Финал сезона Игры Престолов. Интересно. Этот племяшка этой тети вдует или нет? Вы знаете, что она... По лору фильма она является его тетей. Да? Поклонники сериала Игры Престолов с нетерпением ожидают премьеру восьмого сезона. Последнего, я надеюсь. Который поставит точку в истории. Или хотя бы полноценного трейлера, с которым... Которые с неохотой пообещали выпустить создателей проекта. Однако, пока фанатам приходится ограничиваться лишь коротким тизером и свежими промо-фото. Ладно бы они были обнаженные какие-то. Даже во время Суперкубка вместо трейлера показали лишь тематическую рекламу пива. Это было отвратительно. Мы недавно смотрели. Тирион. Так. Ой, как тетя плохо выглядит. Слушайте, вообще в Фоллоде... Мне кажется, все выглядят плохо, да? Сарсея тоже что-то подустала. Устала. Королева-мать. Всем люлей раздать надо. И этот тоже подустал. Ну и тетка такая норм. Интересно, а как она свою одежду снимает? Она же, смотрите, у нее здесь спереди не расстегивается. Через голову. Матерь Драхонов. Это... Как ее зовут-то? Короче, Женщина-рыцарь. Это однорукий чувак. Это плохая сестра. Это хорошая сестра. Лысый импотент. Заговорщик Луковый... Луковый рыцарь. Да? Мне больше всего импонирует вот этот вот маленький... Маленький Ланнистер. Бриена Тарк, точнее. Спасибо за подписочку, друзья. Котелок варит. Вообще, котелок молодец. Короче, я жду новый сезон. Я даже ради него на медиатеке оформлю подписку. Чтобы просто сесть и за один раз все посмотреть. Я надеюсь, что они сразу выпустят. Прямо все серии. И не надо будет сидеть и ждать. Вот это, кусать ногти. Сожрут кого-то ледяные великаны или нет. Кстати, на все новости, которые мы читаем, я ссылки кидаю в чатик. Если вдруг вы хотите... Ну, я не на всех новостях останавливаюсь. Но если вы хотите почитать или пойти в комментарии что-то обсудить... Welcome! Собственно, мы всегда рады. Что... О чем тема? Мы сейчас говорили про сериал Игру Престолов. Смотрите. Сталкер 2. Первая часть кода разгадана. Оказывается, была какая-то загадка. Вчера, видимо, мы загадали, ребята, в своем твиттере... Ох, ох уж эти загадки в твиттере. Что скрывается за 2.0.2.1? Первая часть кода разгадана. Это число 35. Возможно, это пригодится вам в будущем, говорят нам создатели игры Сталкер. И что же у нас написано в новости? Компания GSC Game World, разрабатывающая игру Сталкер 2. С Украины. Да. Опубликовала в своей группе ВКонтакте новость о том, что первая часть загадочного шифра разгадана. Новое послание содержит число 35 или сочетание букв ЗБ. Пользователи сразу предположили, что речь идет о закрытом тестировании. После чего в описании было добавлено о том, что 35 это не ЗБ, а это число 35. Некоторые фанаты уже начали строить свои теории о том, что новое послание это перенос игры на февраль 1953 года. Ведь если прочитать наоборот, 35 и 20.21, то выйдет 12.02.53. Короче, бред какой-то, да? Другие разглядели загадочный череп, расположенный на сросшихся частях цифры. Короче, конспирология. СТАЛКЕР 2 был анонсирован 16 мая прошлого года. По словам Сергея Галенкина, руководитель издательского направления Epic Games, созданием игры занимаются опытные разработчики, у которых уже есть представление о том, как создавать игры подобного масштаба. Важно отметить, что СТАЛКЕР 2 разрабатывается без помощи творцов, приложивших руку к игре Казаки 3. Последняя фраза мне вообще непонятна. Я знаю, что у нас был сотрудник Тапик, Тарас, да? Обзорщик наш. И вот он пошел в данную студию GSC Game World строить комьюнити игры. Видимо, как-то помогать в разработке. Ну, я очень скептически отношусь к данному проекту, но если у ребят все получится, я буду несказанно рад, наверное. Но, ну, ну, ну вот. Ну, будет и будет. Окей. Ладно. Наиболее вероятно, что речь все же идет о релизе игры в 2021 году, спустя 35 лет после инцидента на Чернобыльской АЭС. Если учесть, что сейчас 2019 год, значит, игру еще будут делать 19, 20, еще будут делать ее 3 года. Блин, ну за 3 года, друзья, я не знаю, что может случиться. Нафига ты экономить игру рано, что ее будут еще 3 года делать, как будто это какой-то MMORPG. Не знаю. Ну, ладно. Получится, получится, не получится, да и хрен с ним. Всем привет. МММ от Григоровича. Вот, вот. Вот может быть что-то такое. Релиз Warhammer House Band состоится в начале июля. Что это за игра такая? В Microsoft Store временно появилась информация о цифровых изданиях и дотеррили из-за игры Warhammer House Band. Игра выйдет 6 июня на всех платформах, кроме Switch'а. Также разработчики сообщили в своем твиттере, что на следующей неделе выйдет новый трейлер, грядущий новинки. Далее идет написание эдишенов разных игры. Также в продаже отдельно появятся наборы эмоций питомцев и бустеров. Данная игра окунет игроков в вечную войну, где их ждут кровопролитные сражения с многочисленными монстрами и эпичными боссами. Игра порадует разнообразием способностей огромной бестиарии, который позволит сразиться со слугами Нургала, прохождениями Хорна и испепеляющими демонами. Дзинча. Какой-то Диабло. Это Диабло во вселенной Warhammer? Беда. Ну ладно. Так, ссылочку скинул. Заходите, смотрите. Анфим. Планы по развитию игры. Почему нельзя пробельчик поставить? Ну вот, правильно. Пробельчик. Пробельчик, ну почему нельзя правильно поставить? Саша. Сейчас я ищу у себя в своем твиттере Сашу. Александра. Александра. Вот, Александра. И пишем ей. Пробельчик. Пробельчик. Зажало. Она спит, наверное, еще, да? Анфим. Все же мы знаем с вами, что на следующей неделе выходит Анфим. Надо врываться у него будет. Надо. Знаете, как... Как бы это сказать? Вот это, мне кажется, в этой неосторожно брошенной фразе... Как бы не то, что вот мы в игру вольемся. Надо. Надо врываться. Надо в игру играть. Я не знаю. Вот хорошо, друзья, вам, обычным людям, которые в игры играют по фану. Которые играют не во все подряд. И я постоянно... Собственно, я всем рекомендую не играть во все подряд. И завидую людям, которые могут спокойно сидеть и играть там, не знаю, 300 часов какой-нибудь в один Ведьмак. Или там в Red Dead Redemption игра на год. Можно ходить ее фармить. А, сука, когда ты работаешь здесь... Это я, Сиротин, сейчас плачет, что он бедный несчастный. Когда ты работаешь в игровой индустрии, тебе надо играть во все игры. Чтобы просто быть в курсе, чтобы ты, не знаю, мог диалог поддержать. Чтобы ты мог обсудить какие-то механики. Вам что-то пытаться рассказать. Скайрим игра на всю жизнь. Вот, я в Скайрим наиграл, друзья. Более 100 часов. Сука, я его не прошел. На следующей неделе он станет доступен только тем, кто купит подписку за 900 или же 300 рублей. Но за 300 рублей ты получишь всего 10 часов игры, скорее всего. За 900 ты получишь, скорее всего, Prime. Но, Арганаки, мы с тобой понимаем, что мы с тобой поиграем в игру. В любом случае. Ладно. Компания BioWare поделилась с поклонниками грядущего игры своей дорожной картой. Так стало известно, что нарративный сюжет игры... Нарративный, сука. Поделен на специальный нарративный... Нарративный сюжет игры. Акты. В каждом из которых пользователи смогут увидеть не только продолжение истории, но и пополнение контента. Мне кажется, это я вчера новость присылал, да? Может, она как-то там по-русски была написана? У меня... Добро пожаловать в Ubisoft, мне тут написали. Анфим. Планы по развитию игры. Боже мой, это даже официальный пресс-релиз от Electronic Arts. Развивающийся нарративно... Нарратив игрового мира поделен на акты, каждый из которых содержит серию контентных и сюжетных обновлений. В первом акте, который начнется с марта, игрокам ждут новые миссии, события, награды, система гильдии, список лидеров, новая крепость и первый масштабный катаклизм Warcraft. История Анфим только начинается, игрокам предстоит плечом к плечу раскрыть тайны этого удивительного мира. У меня есть такое в новости? Нет, а в пресс-релизе такое есть. Анфим поступит в продажу 22 февраля на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. С уважением, Антон, маркетинг и коммуникацион менеджер FPS and RPG Russia, Electronic Arts. Ладно, ну, собственно, все, что я хотел вам сказать про дополнение, я сейчас сказал. Нарративно, это когда лорд читают за кадром. Нарративно, все, спасибо, буду знать. Че, контент на пару недель в антем? Слушайте, на самом деле на пару недель уже хорошо. Потому что, вот реально, вышло дополнение для игры Kingdom Come Deliverance. Я в него играл вчера. Три часа, и я как в 12 часов ночи закончил в него играть. Та-дааа, контент пройден. Я не знаю, это хорошо или плохо. Ну, с одной стороны, я рад, что я его прошел. С другой стороны, я негодую, а хрен ли так мало и неинтересно. Непонятно. Игрокам предстоит более... Ну, хорошо. На самом деле, я люблю... Вот, есть такие игры, я в них люблю проходить сюжеточку. Вот, например, Destiny. Я в Destiny прохожу сюжеточку, а вот этот фарм, оружие, брони, в жопу его. Сюжеточку прошел, и нормально. Вот, надеюсь, не будет, как у Банжо со своей черной кузницей. Когда ты фармишь и фармишь, фармишь и фармишь. Да ну, в жопу. Прошел сюжет. Молодцы, спасибо, до свидания. Увидимся в следующем обновлении. Вот это правильно. Я вот к этому склоню. Метро Исход. Еще одна игра, которая выходит в феврале. Кстати, давайте мы возьмем... Возьмем... Возьмем ссылочку на эту новость и напишем у ребятам у сбуки. Дайте ключик, что ли. Ну, знаете, такой тупой развод. Сиротин любит... У меня есть контакты всех пиар-менеджеров и всяких разных из индустрии. И ты просто таким с тупым подкатом. Я не жду ответа, но... Просто потыкать палочкой. Напомните себе. Сейчас бы говорить по ЧК. Все уже заформил и жду нового сезона. А, ну это... Арганаки у нас извращенец. Он... Я на самом деле не знаю, откуда он берет столько времени играть в столько игр, в которые он играет. Он еще и потом про них пишет и... Где? У тебя есть... Как в Гарри Поттере у Гермиона был этот кулон, который время назад отматывает? Или как ты это делаешь? Объясни. Главное играть в компании. Вот. Мне нет компании. И мне грустно. Ладно. Дробовики и их модификации. Как вы знаете, скоро выходит игра. Ну, скоро. 15-го числа вместе... Перед Анфимом. То есть за недельку надо будет метро пройти. В преддверии выхода игры Метро разработчики рассказывают про всякие разные аспекты игры. В том числе, вот вчера была новость про оружие. Шотганы. Ну, то есть дробовички. Всего в распоряжении Артема будет два экземпляра шотганов. Это Ашот и Убойник. Спасибо за подписочку. Первый представитель является однозначным последним рубежом, способным остановить врага. Это вот это что ли? Ашот. Ашот, как это сказать... Однопалочный. Однострельный. Ого, смотрите, он апгрейдится. И превращается в винтовку. В двойную винтовку. Дабл пенетрейшн от Ашота. Ашот дуплет. Прикольный, кстати. Так. И ОГО! Четырехствольный алтимейт дэмэдж. ОГО, прикольно. Первый представитель является однозначно последним рубежом, способным остановить врага, если в вашем основном оружии закончились боеприпасы. Однако при необходимости вы можете его модернизировать до дуплета или квартета. Квартет, это когда четыре больших черных мужика и одна маленькая девочка. И снова спасибо за подписанчик, друзья. Благодаря чему ваша огневая мощь возрастет прямо пропорционально увеличению количества стволов. Убойник великолепный образец. Ну, убойник, собственно, и раньше был у нас в играх. Не знаю. Я знаю, кто у нас будет в эту игру играть первый. Мне кажется, мне сказали, что в нее будет играть Арганаки, потому что он для спеца должен какие-то материалы писать. И Юнтер, наш комьюнити-лидер, он постоянно тыркает разработчиков и говорит, ДАЙ! ДАЙ, ДИ БЫСТРЫЙ, НАМ КЛЮЧ, НАМ НАДО ПИСАТЬ МАТЕРИАЛЫ! Кстати, материалы. У нас еще есть конкурс. Вот так вот он выглядит. Называется он Special Metro Exodus или Metro Ischord. Вы можете в нем поучаствовать, почитать наши материалы по миру игры. Вот здесь будут обзоры, которые мы напишем, как только нам дадут ключик. Топ самых опасных монстров в игре. Идеальное оружие. Секреты выживания. И обзор игры, собственно, я думаю, ближе к релизу мы его сделаем. Вот. Плюс у нас есть... Спасибо за подписку! У нас есть еще конкурс, друзья. А давайте вместе с вами, Сиротин по утрам, пытается пройти этот дурацкий конкурс. Смотрите. Я застыл на этим дурацком вопросе. Какая станция Metro была прототипом при разработке станции Повелецкой, которая пала под натиском мутантов в игре Metro 2033? Я уже два раза сфейлился. Я выбирал Повелецкую и Беломорскую. Собственно, осталось два варианта. Это либо университет, либо Крещатик. Смотрите, в университете... Университет, станция с одним выходом... Да, я даже на ней ездил. Четвертая. Органальки говорят Крещатик. Я ни разу не был на станции Крещатик, поэтому не знаю. Давайте попробуем. Правильно! Именно внешний вид станции Крещатик киевского метро использовался при разработке Повелецкой. Так, мы уже на пути к нашему заветному ответу. Смотрите, тут есть несколько типов вопросов. Буквкой М обозначается известная информация по игре Metro Исход. Патрошкой обозначаются вопросы из игры Metro 2033 или лучшей надежды, но это предыдущие версии, которые были в Steam. И книжечкой обозначается книжный мир Metro 2033. Ну, книгу я уже не помню. Давайте будем отвечать, попробуем по известной информации из вот этой вот. Кому поклоняются члены секты электроборцев? Чё? Кому поклоняются? Смотри, ну, электроборцы. Они, наверное, борются с электричеством, да? Электричество, огромному медведю, гигантскому монстру, жимущему в воде, солнцу и луне. Изи. Арганаки, небось ты вопрос составлял, поэтому изи. Электроборцы. А можно гуглить? Электроборцы. Можно гуглить, да? Метропедия. Секретный орден. Великая рыба, да? Окей. Сом. Так. Гигантскому монстру, живущему в воде. Давайте сейчас вместе с вами. Правильно! Ура! Мы с вами угадали. Так. Ну, давайте, если вы такие классные, давайте мы пойдем. Нам, видимо, по-любому придется через книжку идти. Что нашел Артем в одном из обычных домов на поверхности, когда прятался от преследуемого мутанта в романе «Метро 2033»? План расположения бункера Д6, схрон сталкеров, детскую книжку и фотографию «Ничего не нашел». «Что нашел Артем в одном из обычных домов на поверхности, когда прятался от преследовавших его мутантов в романе «Метро 2033»?» Фото? Давай, давайте фото. Так. Слушайте, мы сейчас с вами... Я сейчас дойду и до приза дойду. Давайте последний, последний рывок. Этих противников... Эти противники боятся света, поэтому даже луч фонаря может обжечь их. Это пауки! Это я знаю. Я знаю. Да, это пауки. Так, и... О! Все? Я чемпион? Ура! Вы участвуете в розыгрыше. «Метро. Исход. Издание первого дня. Или цифровая версия метро». Количество пройденных полей 7, собранные предметы экипировки 0. Обсудить на форуме. Все. Ну, сервакин красавчик. Короче, друзья, если вы на самом деле такие ниндзя, то участвуйте в конкурсе. Проходите и становитесь претендентами на... Ну, вот. Мы это все разыграем когда-нибудь. Да. ПНХ! ПНХ! Что такое ПНХ? Пестусинум. Не знаю, что такое. Варфрейм. Итоги Амма-сессии. Это в жопу. Фьюрфулль состоялся полноценный релиз. Кстати, игру делают тоже бывшие выходцы из... Не очень культурные. Понаехали? Ну да. Наверное, да. Это делают тоже ребята из Восток Геймс, которые раньше тоже работали над Сталкером. Вообще, очень Украина. Богатый сейчас на Сталкерообразные... Сталкеро... Сталкерообразные игры. Но это, на самом деле, рояль. Спустя пять месяцев, проведенных в стадии раннего доступа, состоялся официальный выход Королевской битвы Fear of Wolves. Специально к этому событию разработчики студии Восток Геймс, совместно с создателями Тайтла, компанией Focus Home Interactive, подготовили релизный трейлер. Демонстрирующий трудности, с которыми игрокам придется столкнуться во время сражения за первое место. Одновременно с полноценным запуском проекта создатели выпустили крупное контентное обдавление, ставшее шестым масштабным патчем. Ого. Оно добавило в игру множество различных нововведений, среди которых аномальные зоны системы артефактов Волчица-Матриарх, выступающие в роли грозного противника. Также была улучшена оптимизация и исправлен ряд недостатков. Кроме того, до 12 февраля абсолютно все желающие загрузка завершена, Temp Clancy за Division 2, мне написали в уголке, могут совершенно бесплатно ознакомиться с игрой благодаря неделе свободного доступа, которую разработчики приурочили к выходу своего детища. Слушайте, ну я в нее играл, когда она была в альфа-тесте, но она была сыроватенькая. Может быть, стоит снова посмотреть. Давайте я запишу себе блокнотик. Может быть, мы ее снова посмотрим, как она на релизе вообще играется или нет. Не знаю. Но совершенно бесплатно можно попробовать поиграть еще один рояль. Если вы не знаете, в какой рояль поиграть, на самом деле я рекомендую поиграть в Apex. В Орех. Он тоже бесплатный. В Origin сейчас есть. Он прям вот прикольный. Вчера врубались в него. На фоне Ореха и By2Play им будет туго. Кстати, вот, да, Орех прям вот вышел, и все порадовались. Ubisoft продемонстрировала обновленную Assassin's Creed. Зачем? Компания Ubisoft выпустила релизный трейлер. Блин, как у меня... Компания Ubisoft выпустила переиздание игры Assassin's Creed 3, демонстрирующую улучшенную графику на примере оригинальной игры. Так, видеоролик... Чё ты, блядь? Ubisoft выпустила сначала трейлер. Игру они еще, видимо, не выпустили. Она 29-го числа только выйдет. Ролик рассказывает о сюжете новинки, действия которой разворачиваются после событий, случившихся в Assassin's Creed Revelation. Как уже известно, ремастер третьей части игры и Liberation будут поддерживать технологию HDR и 4К-разрешение, что позволит дополнительно рассмотреть улучшенную детализацию освещения и качество эффектов. Владельцы сезонного пропуска игры Assassin's Creed Odyssey получат ремастеры абсолютно бесплатно, остальные пользователям придется отдать по 40 евро за сборник, за обе игры. Релиз состоится 29-го числа. Слушайте, а мне кажется, что сейчас же сейчас с помощью нано-сетей, нано-программ все это дорисовывают. Как бы ты задаешь просто, сделай мне лучше. Нажимаешь кнопку и оно лучше делает. Органаки пишет, я уже хочу в нее поиграть, но не могу. Почему? Почему ты не можешь в нее поиграть? Потому что у всех, кто купил Одиссею, это переиздание висит с пометкой Coming Soon. А, 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 ну окей, посмотрим. Вы знаете, я, честно говоря, в Одиссею не играл, потому что у меня тупо времени нет столько, сколько есть у Органаки. Органаки, а ты Одиссею прошел? Ты псих? Как? Как ты все успеваешь? Я не понимаю. Salt and Sanctuary, теперь и на Xbox One. Новые игры нормально сделать не могут, ремастерят. Да. А это что за игра? Вот что-то, кстати, кажется, тоже я ее присылал, судя по тому, что Кирайя написала. Жестокий и брутально рисованный 2D-платформер, вызывающий нежные нотки ностальгии у фанатов серии Dark Souls. И загруженный уже более 900 тысяч раз. Короче, игра пришла на Xbox. Но, честно говоря, мне кажется, всем похрен. У нас в Xbox уже не так много есть. Не так много Xbox есть у людей. Переживший нападение неведомо чудовища из глубины гибели корабля всей команды, главный герой выносится при бою к берегу. Выносится. Слушайте, а выглядит с этим прикольно. Мне вот в детстве такие игры нравились. Это так, аркады моего детства. Только сейчас они выглядят нормально. Едва протерев глаза от едкой морской соли. Едкой морской соли. Мне кажется, морская соль-то глаза не очень разъедает. Он видит таинственного старца, который тут же дарует выжившему титул соли рожденной и обрекает его на ужасное, но чрезмерно увлекательное путешествие по забытым всеми острову. Испытайте свои навыки реакции. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Не знаю. Сюжетку на 80% Одессе закончил. Дополнение как только выйдет. Если не гнить в сессионках, можно все успевать. Но я вот в сессионки не очень играю. Потому что там семья, деть, собака, жена. И вот, ну, беда, печаль. Не знаю. Разъедает. Я еще прохожу с одной колбаской XP. Я не знаю, что такое одна колбаска XP. Зато урона в 200%. Ты монстр. Ту-поинт госпиталь. Мастерская Steam открыта. Хер с ним. Outer World. Кстати, вот это вот новая игра от Obsidian. Привет. Вижу у вас крутой проект. Пишет мне Иван. Слушайте, это так приятно. Это так приятно. Пишет один из... Пишет один из... Из чего? Из человека из индустрии. Он говорит, я вижу у вас классный проект. Дает ссылочку на метро. И спрашивает, а сколько стоит? Окей, ладно, норм. Короче, Outer World это игра от Obsidian Entertainment, насколько я помню. Это ребята, которые сделали Fallout первый. Сделали полку истины. И сделали Armored Warfare для Mail.ru. А еще они сделали Path of Exile, да? Или нет? Pillars of Eternity они сделали. Я читал про них рассказ в... Кровь в потопиксере как раз. Не знаю. Короче, Go читает про Cardspell, а глобальная бетель релизи в Steam. Она же ужасная. Привет, пофиг. Привет, Кензи. Всем привет. Вот. Пока команда разработчиков из Obsidian Entertainment продолжает трудиться над своей грядущей RPG-игрой, вышел свежий выпуск журнала Game Informer, в котором были опубликованы новые скриншоты тайтла, а также некоторые подробности о нем. Так, на изображениях можно увидеть различные локации, которые предстоит посетить пользователям в компании главного героя. Персонажи и оружие, способное уменьшить вашего противника. Вы играли в Duke Nukem in 3D? Помните, там был шринг-пушка, который уменьшал противников? Крутая тема. Их можно было давить, кажется. Я уже не помню. Помимо этого, стало известно, что создатели планируют выпустить игру не только в цифровом виде, но и на физических носителях. При этом стоимость на рынке составит 60 долларов США и не будет варьироваться в зависимости от выбранной платформы или версии. Скажи ты это стиму в России. Хотя сейчас у нас цену... Не знаю. 2000 рублей. Да. Точная дата официального релиза не намечена. По-прежнему остается... Ну, да. Разработчики планируют выпустить тайтл в этом году. Ну, ок. Я думаю, мы посмотрим. Доброе утро! Привет всем! Вау! Картиночки. Картиночки. Мне, честно говоря, не очень такой сеттинг нравится. Но... Очень он яркий. Он похож на Borderlands, а мне Borderlands не понравился. Ну, ок. Ладно. Едем дальше. Море воров. Бесплатная неделя для друзей-пиратов. Разработчики студии Rare объявили в начале специальной акции, в рамках которой некоторые пользователи в течение целой недели смогут совершенно бесплатно наслаждаться пиратской жизнью в игре Море воров. Так, если вы уже обладаете своей копией игры и являетесь подписчиком Xbox Game Pass, то получаете особое приглашение для трех своих друзей. А чё тут большой белый экран? Чё-то сломал экран. Угу. Странно. А чё здесь большой белый экран такой дурацкий? Чё-то, видимо, сломано. Друзья пиратов, это друзья людей, скачивающих пиратки с торрента. Слушайте, просто сейчас что-то с видосом на сайте я запишу себе. Сейчас очень много игр выходит. Выходит метро, выходит тестирование Дивижна, выходит Анфим. И все пытаются куда-то запрыгнуть. Кто-то написал материал, что, я у кого-то читал недавно, что почему-то все релизы переехали с осени на февраль. Какого хера это всё в феврале происходит? Непонятно. Обычно осенью люди возвращаются из поездок, из командировок, выходят на работу и осенью начинаются релизы. Это как-то самое урожайное время, с августа. А сейчас какой-то замес происходит в феврале, и вообще непонятно, почему так сдвинулось. Чё там будет дальше в марте, в апреле? Red Dead Redemption было осенью. Ну, окей. Осенью, да? Кажется, что я в него совсем недавно играл. Ну, очень непонятно, что вот за хайп-трейн какой-то запустился, и он мчится вперёд, он мчится, мчится, и все пытаются очень-очень много материалов, релизов. Прям не знаю. Вот эта новость меня очень огорчила вчера. Я прям прочёл её не здесь, а в нашей строкбольной группе. Ребята запостили картинку. И я прям такой... Мне вообще очень не нравится... У нас был обзор от Горука недавно про то, что... Или нет, Дитрум вчера написал материал про доктора Кто. Мы, думаю, сегодня до него доберёмся. Суть его заключается в том, что почему-то сейчас все пытаются на волне, опять же, вот этого хайпа угодить различным группам, меньшинствам. Ну, то есть там повсюду идёт засилие... Короче, все становятся настолько толерантным, что у тебя доминирующее количество людей, они начинают страдать в угоду меньшинству. И я, я реально не понимаю, почему так происходит. Почему была красивая аватарка Джайны, а Близзард взяли её и сделали вот такой. Толерасты. Я правда не понимаю. Джайна без декольте не Джайна. Ну, это вообще бред. У меня даже... Я даже фотку запостил. Где-то. Разработчики вчера тоже увидел в паблике КБ. Dead or Alive Extreme 5 не выйдет в Европе и США из-за волны феминизма. Игра слишком сексуализирует женщин. Японская компания-разработчик заявила, что они собираются связываться с западными феминистками, которые безразборно подают судебные иски и распознают во всём эксплуатацию женского пола. Я абсолютно согласен вот с этими чуваками. Слышь, ты гнилой запад. Вот там, где сейчас мигранты понаехали, они там тебя расхреначат всего. И из-за того, что ты идёшь в... В куда? На поводу. Я на самом деле не понимаю, зачем это делается. Потому что я общался с европейцами, и они понимают, что они сами страдают. Такие, да-да-да, мы в задницу. Но, не знаю. Тут чувак какой-то запостил и говорит, лучше вот так. Я где-то видел картиночку. Сейчас, 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 сейчас. Нет? Где-то была картиночка. И там джайна вообще замазана. Нет, нет её. Ну ладно, нет и нет. В общем, у меня прибамбливает. Я не понимаю, зачем так делать. И... Ну, правда не понимаю. Потому что, кто это придумал, он и есть меньшинство. Чё тут понимать? Так. Не, ну, женской версии Доктора есть, по крайней мере, нормальная серия про разумную вселенную. Которая не может быть в нашей ночи, но очень сильно хочет. Всё становится толерантным тупо из-за того, что они боятся повестки в суд. Так они вот сами к этому подвели. Они... Это, знаете, прецедентное право. Они сначала сделали много прецедентов, а теперь боятся всего. Не знаю. С Близзами уже давно всё понятно. Когда они призывали пузики... Пузики, угл... Да, и когда они у Трейсера задницу уменьшили. И чё-то ещё. Но это прям не знаю. У японцев есть толерантность, но в разумных пределах. А то, что женское тело красиво, это нормально. Абсолютно согласен. И, ну, мне кажется, что это настолько глупо, если женщина... Женщина, ну, как бы... Женщина дано тело, да? И им нужно пользоваться. Если на твоё тело ведутся мужики, там, не знаю, либо другие женщины, либо кто-нибудь, почему бы этим не пользоваться? Это же классно. Надо с помощью этого добиваться своих целей. Ну, если бы у меня было такое тело, на которое бы велись кто-нибудь вокруг, блин, я бы, конечно, им пользовался и использовал его везде, не знаю, в своей жизни. У меня ребёнка, когда вот спать укладывают в 11 часов дня, он, не знаю... Если бабу не трахают, она становится феминистской. Да! Да, да. Или мужиком. У японцев сейчас новый бзик. К Олимпиаде будут убирать ротику из общепита. Типа будут туристы с детьми. Это бред! Да? Вот, женщина. Скажи, женщина, если у тебя тело красивое, надо им пользоваться для достижения своих тел? Тел, целей. Если кроме тела больше ничего нет, то ничего нет. Не, а если у тебя кроме тела ещё что-то есть? Не, а если у тебя кроме тела ещё что-то есть? Комбо! Это вообще комбо получается. Вот, вот. Смотрите, женщина говорит, что такое... Если у тебя есть... Если у тебя, да, в башке ничего нет, то, конечно, можно. А если ещё и в башке есть, то получится комбо-удар просто. Вот так. Даже ребёнок, когда слышит про толерантность, недовольный. Согласен. А что, не... Та... Блин, ну вообще, я не понимаю этого. Я прям реально бомблю. Та и кто не собирается создавать свой лаунчер, как Bethesda, Blizzard и Electronic Arts? А зачем им это? Это... Что за... Что за тупость? Про Epic Store издатель говорит, что конкуренция — это хорошо. Вы знаете, когда уже была такая волна новостей, что когда был скандал с лутбоксами, все люди, у которых нет в игре лутбоксов, они посчитали нужным заявить, что мы не будем делать лутбоксы в игре. Смотрите, сейчас скандал. Ну, не скандал, а хайп идёт вокруг переезда игры метро в Epic Store, и очень много людей недовольных. И сейчас, мне кажется, что пойдёт волна заявлений, типа, мы не будем запускать собственные лаунчеры и выпускать свои игры, только в нём, как это делает Bethesda, Blizzard, Electronic Arts. Генеральный директор Штраус рассказывает... Ну, мне кажется, это тупая новость, да? Ну, правда тупая. Ну, не знаю. Странная, очень странная. Эх, те времена, когда был один Steam. Не знаю, у меня Uplay всегда был, насколько я себя помню. Игру нужно находить не в лаунчере, а на рабочем столе. Да, на самом деле, друзья, ну, ничего сложного нет. У тебя есть... Ты понимаешь, кто игру разрабатывает, соответственно, где ты её будешь запускать. Спасибо за подписончик. Star Wars Jedi Fallen Order покажут в ближайшие несколько месяцев. О, красиво. А как он всеми мечами дерётся, интересно? Это ребята, которые сделали орех... Что, будут делать Звёздные Войны сейчас сразу? Респаунд Энтертеймент сейчас работает над Star Wars Jedi Fallen Order. Всё, что неизвестно, она одиночная. С акцентом на сюжет. Люди, которые делают игры с сюжетами. А, я помню ту трансляцию. Этот чувак... Была унылая презентация Electronic Arts, но тут чувак выдернули. Мы ещё не готовы показать ничего. Но то, что мы делаем, это охрененно. Мы хотим немного заспойлерить. Работаем с Лукасами. И мы работаем с Лукасами над игрой по вселенной Звёздные Войны. Интернет сейчас охренеет. Я надеюсь. Игра называется Звёздные Войны Jedi Fallen Order. Звёздные Войны Jedi Fallen Order. Просто она воплощает фантазию стать джедаем. Возможно, презентации проведут в июне на EA Play, который происходит традиционно перед выставкой E3. Данная игра должна выйти уже осенью этого года, во время праздников. Это круто. Осенью этого года, во время праздников. Каких? День благодарения, что ли? Времени осталось немного, а значит, игру должны показать довольно скоро. Разработку выглавляет бывший директор серии God of War. Стиг. Я знаю другого Стига, который из Top Gear. Помимо данной игры, у Respawn в разработке находится неизвестная VR-игра и ещё один спин-офф Titanfall. Не VR в скобочках, который тоже выйдет в этом году. А на днях она выпустила Apex Legends, бесплатную королевскую битву по вселенной Titanfall, которая охрененно, кстати, выглядит. И Органаки пишет. Я, говорит, писал, что если они сделают норм сингл-игру, это будет успех. Абсолютно. Поддерживайте, а я думаю, что это будет круто. Так, Мега-Ланчер Нортема. Дискорд в помощь. В нём есть возможность запускать игры разных лаунчеров. А то после Академии все синглы унылы и серы. Force Unleashed ещё. Какие у Лукаса? Это же Дисней. Ну, видимо, в Дисней подразделение есть. Лучший анонс. Презентация без презентации. Я хочу стать ситхом. А бейсболку он специально надел, чтобы женщина знала, к кому подойти, случайно. Но я думаю, она не специально подходила. Если будет возможность играть только за джедая, это фейл. Мне вот симпатично только ситхи. Ситхи крутые. Как ты всех молниями херачишь. Ну, судя по картинкам... Спасибо за подписку. Судя по картинкам, я думаю, что за ситхов ты можешь играть. Дисней купили права на Звёздные войны. Доктор Зон. Добро пожаловать. Смотрите, у Гара прям разные анимашки. Прикольно поставил. Потрудился. Да у нас пол-России ситхи одни. Да у нас главные ситхи. Как этого? Как главного ситха звали? Оль. Главного ситха как звали? Ну, какая у него должность была? Как его? Короче, упырь. Я ездил... Недавно ездил на такси. Где я был? В Дортмунде. И водители... Почему-то водители все попадались... Палпатин. Чё? Палпатин, да. И водители... Водители все попадались с Украины. И они говорили... Наш там этот пьянчушка и ваш упырь. Ха-ха-ха-ха. Это так забавно. Ладно. Родот Эдемшн 2 продала за 8 дней больше копий, чем первая часть за 8 лет. Но... 23... 23... 23... Раз, два, три, раз, два, три. Умножить на сколько? 60 долларов игра стоит. Получается, они... Заработали вот столько. Ну, допустим, минус... 20% комиссии магазинов. Лярд. Лярд. Миллиард... Один миллиард сто миллионов долларов. Ну, ок. Наверное. Не знаю. Палпатин, ну, бас. Только старые ситхи, только реван. Говорят, что в России есть люди. Ситхи... Маму мне назвать. Оля, ответь, пожалуйста, маме. Разработчики СТТО читались о финансовых успехах за прошедший квартал. Она отгрузила в магазины более 23 миллионов копий игры. Это не значит, что все они были проданы, но это показатель того, насколько игра востребована. Плюс здесь не учтены цифры цифровых продаж. Выручка Тейк-Ту выросла до 1,2 миллиардов, что на полмиллиарда больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Крупнейшие источники, соответственно, ну, конечно же, Red Dead Redemption, GTA 5 и GTA Online. Плюс NBA 2K18. Игра превзошла предшественницу с огромным отрывом. По состоянию на феврале 2017 года было продано 15 миллионов копий первой части. Глава компании подчеркнул, что вторая часть продала себя за 8 дней. Бла-бла-бла-бла-бла. То, что, собственно, в названии было, то и есть. Ситхи несли порядок. Орден джедаем стал слишком продажным. Сраные бюрократы. Я не знаю, что делать дальше с этим вопросом и не могу ничего сказать. Привет, может, знаешь или помнишь, во сколько ЗБТ Дивижина стартует. А у нас он стартует в 12.00. Ну, у нас ребята на стрим собираются. Сейчас проверим. Так. Я пошел спать до 11.30. Нормально люди готовятся, да? Так. Ну, готовятся. Я думаю, в 12 старт. Фо, инспектор про Фо. Привет, спасибо за подписочку. Сегодня будут в 12 показывать? Да, сегодня в 12 врываться будут ребята. Там будет Гара, там будет Арганаки, там будет Денис. И, возможно, кто-то еще. Либо, может быть, Иван, либо Наташа. Наташа! Не знаю. Или Наташа работает и не будет рваться. Я поеду за ребенком, поэтому буду позже. Я реально сегодня утром думал, что игра уже сегодня стартует. Прям что-то было заряжено. И вспомнил, что тест такой. Ах, тест. Ладно. Echo of Combats. Стартовал ранний доступ. Я думаю, что за дурацкое название. А потом вспомнил, что это игра от Мифунчика. Лучше Наташу. Ну, спроси у Наташи. Division поинтереснее ореха. Он про сюжет же. Division про сюжет, друзья. Орех это PvP. А Division про сюжет. Я с удовольствием бы сюжет прошел, посмотрел. В раннем доступе в Steam стартовала доступная... Стала доступна новая коллекционно-карточная игра, получившая название Echo of Combats. Проект был создан по мотивам известной браузерной игры Бальцовский клуб. Если вы вдруг не знаете, друзья. Мифунчик у нас, товарищ на форуме присутствует. Он как раз занимается разработкой... Ну, работает в компании, которая занимается разработкой данной игры. А его разработкой занимается студией Mad Devices. Стайтл готов предложить пользователям динамические сражения с использованием оригинальных механик, которые придутся по душе как новичкам, так и игрокам, уже хорошо знакомым с данным жанром. Это они просто, видимо, браузерку перенесли вот в это. Все желающие могут же прямо сейчас оценить новинку, причем абсолютно бесплатно. В данной игре доступно 6 героев, более 250 карт. Вам нужно будет выбрать класс и склонность для своего персонажа составить колоду, в основе которой будут лежать эффективные сочетания различных существ и заклинаний, и отправиться в бой. Игроков ждут увлекательные сражения с использованием двух рядов карт, а то последние бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, вот. Заходите, смотрите. Сюжет в Division, вы, видно, шутите. На старте весь сюжет от однострочка. Причисла эпидемия, потом ушла. Чувак, ну как, если бы там была однострочка, то игра бы не занимала у тебя несколько часов, да? Убийца артефакта. Орех и БР, разные вещи. Ладно, я думаю, что в Division обязательно появится. Блин, он выходит в марте. Смотрите, нам нужно, во-первых, сначала поиграть в метро. В метро мы с вами начнем играть 15-го числа. Потом 22-го числа, это через неделю, надо будет начать играть в Анфем. То есть нужно за неделю пройти метро. И вы поиграете в Анфем, и 15-го марта надо будет играть в Division. Надо будет играть в Division. Вот, оп, телефончик приехал. Нафиг метро, лучше go Kill la Kill за стрим. Я не знаю, что такое Kill la Kill. А, вот она. Kill la Kill The Game IF. Раскрыты подробности героинь. Рагё-ку... Какие-то бабы непонятные. Так. Arc System Work поделилась содержанием коллекционного издания, а также скиллами двух новых персонажей. Боже мой, я это название даже не прочту. Коллекционка будет включать в себя красивый подарочный бокс, артбук, саундтреки и брелок на ключ. Вот эта штука, мать Сацуки, боже мой. И президент Академии, она также является главной главой корпорации, создающей костюмы, которые придают сверхспособности героям. Так. Это Rainbow Dash, что ли? Ближние атаки наносят дополнительный рот противнику, задетые её фибрами жизни. Игра выйдет в этом году. Что это? Что это за хрень? Где Гара? Почему у нас нет стримов БДО? Зачем БДО? БДО много и так другого стрима. Зачем нам стримы БДО? Что это за хрень? Знак вопроса. Друзья, немножко хрени вам в ленту, пожалуйста, скинул. Скачаю метро, пройду за два дня и в OneFelm не буду играть. Как-то надо, никого не надо, кому это нужно, никого не нужно. Сдались эти побелки, поделки. Так. OneFelm раз запустил на OpenBet и удалил нахрен абсолютно неинтересный тупой клон Destiny. Мне очень понравилось, с тобой не согласен, и буду с удовольствием рубать в сюжетку, когда она выйдет. На консоли буду играть. Так, Сиротин, где Гара, уже сказал. Гара сегодня будет в 12 стримить Дивижн. Он возглавит наш, в нашу группу. Слушайте, я вчера видел Гара гнул в орех все, и даже когда я смотрел стрим, он занял первое место. Я такой, ого, этот орк не потерян для нас? Вот. А сколько времени на прохождение метро будет? У меня будет неделя. Я не знаю, сколько его будет у вас. Метро убило последнюю часть сталкера до того, как она сама появилась. Я примерно так же думаю. БДО бан. БДО закончилось, говорят, с выходом аукциона. Не знаю, о чем вы. Я не играю в БДО. Понятно. Значит, Гара наказан. Он в БДО еще гнул так только на финю орать может. Он бы в БДО еще так гнул. Вы знаете, в БДО играют, ну... Странные люди. Нафиг БДО. Ай-е. Спасибо за подписочек. БДО надоело действительно уже. Я жду какую-нибудь новую МРПГ-игру. Надо во что-нибудь новое играть. Старые игры все однообразные и дурацкие. Голден Джим. Привет, добро пожаловать. Дивижн 2. Готовимся к БЭТе. Кстати, крутой материал от Арганаки. Вчера я увидел у нас маньяк. Именно так хотел сказать, но не буду ругаться на стриме. Сегодня стартует бета 12 часов дня. И Арганаки прям собрал кучу разных материалов про... 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 Про то, что вам нужно знать в... Про то, что вам нужно знать, чтобы ворваться в тестирование. Смотрите. Давайте я сам с вами посмотрю. Я-то выиграл в нее в пресс-туре и по итогу мы сделали видосик, а здесь что-то новое. Вам будет доступно две основные операции. Это отель Гранд Вашингтон играл в него и торговый центр Джефферсона. Кажется, мы до него не дошли. Будет пять побочных операций. Контрольные точки в здании. Темные зоны и конфликты. Дак-зоны вообще не были доступны на... В пресс-поездки. И... Был вот этот постсюжетный этап, где нам дали три разные... Три разные специализации. Но я не до конца понял. Самая проблема в специализациях была в том, что я не мог постоянно найти для специальной... У меня был гранатомет. Я не смог найти... Что? Не смог найти патрошки для нее. Это, в общем, беда была. Не знаю. Я надеюсь, что весь контент можно будет нормально пройти. В общем, если вы готовитесь к игре The Division, она буквально через час стартует уже. Вы можете прочесть быстренько этот материал. Тут много полезного всего. И прям... Смотрю, вчера он зашел. Игра весится, кстати. 45 гигов на... PlayStation и Paltoz на... ПК. Вот. А то Сиротин играл в BDO. Не, ну я же нормальный. Мне от BDO глаза вытекают. Мне жена пыталась играть, но что-то ей не получилось. Тебе нравилось торговать там, да? Мебель делала. Вот, жена мебель делала. Смотрите. Лучше бы в жизни она мебель делала. А то поехали в Икею, поехали в Икею. Взяла мебель, сделала и молодец. Сейчас бы нужно было что-то знать про Division 2, хотя она такая же, как первая. А, хейтеры, идите вы в жопу все, а? Спасибо за подписку. Маньяк, подрубай. Так, хрена себе продвинулись. Два данжа и PvP лога к успеху идут. Сейчас бы нужно... Да, запустил стрим и онлайн. Вчера посмотрел, чувак летит и летит, летит и летит и летит и летит. Короче, я не знаю. Полчаса куда-то летел, молча, очень понравилось. Хочется игры уровня GTA V хотя бы, а не игры-сервисы, которые нельзя пройти. Играй в Red Dead Redemption. Ну, про сюжет тебе нужна игра? Сыграй в Red Dead Redemption. Она прям долгая, длинная, хорошая. Анфим условно-бесплатная или баблосики занести? Надо баблосики занести. Во сколько бета по Москве? В 12. На ПК 42, как бы... Так, цена дивизии... Два... Две тысячи. Окей. Мебель делать это легко. За пять минут можно табаретку сделать. Из стула, правда, но все же. Через полгода будет 600 рубасов на плей-маркете. Электронная карта продала 7,3 миллиона копий Battlefield V, но это оказалось ниже ее ожиданий. И что, акции обвалились? А есть у нас, смотрите, акции электронной карты. Вот, допустим, смотрите, акции. Да ни хрена ничего не случилось. Никак были 80 баксов? А, ну это один день. Давай пять дней. Аааа... Ну вот. Кстати, на самом деле, друзья, когда выходят такие отчеты, что были какие-то прогнозы по продажам игры, да, и они не случились. Вы знаете, как это выглядит на самом деле в жизни? Это вот так. Акции стоят 92 бакса. Выходит отчет о продажах. И такой... Брррр! Прям минус... Ээээ... Даже не на сколько. Минус 15 процентов. Брррр! Минус 13 по итогу. 80 баксов на бирже. Это когда Банжо ушла от Активижена, у них то же самое было. Брррр! Очень это... На самом деле, когда ты делаешь какие-то прогнозы по... Эээ... Тому, как у тебя игра будет продаваться, соответственно, инвесторы в тебя верят и либо вкладывают бабло, либо, наоборот, не вкладывают, да? Ну-ка, 6 месяцев. У-у-у! А год? У-у-у! Самая жопа была какая-то вот в январе. Так. А вот так. Ничего себе, они были 146 долларов на пике 23 июля прошлого года, летом. А за 5 лет? Да, это был пик. В июле. У-у-у! Бш! Ну, нормально. Так, провалились. В третьем финансовом квартале, который закончился 31 декабря, было продано 7,3 миллиона копий игры Battlefield 5. Это оказалось ниже прогнозов компании, и финансовый директор признал, что компания возлагает... Возлагала... Возлагала большие надежды на игру. Смотрите. Всего лишь не продано 1 миллион копий, и... Такой обвал. Ну, то есть, реально обваливает он акции. Прогнозы были на то, что компания сможет продать 8,3 миллиона копий. Генеральный директор компании связывает низкие продажи с переносом игры с 19 октября на 20 ноября, а также с тем, что команда сделала акцент на одиночной игре, а не королевской битве, которую добавят позже. Также он упомянул беспрецедентную конкуренцию за время игроков. Возможно, он имел в виду Fonite, который, по мнению многих, является главным конкурентом чуть ли не каждой игры, выпущенной осенью прошлого года. Низкие продажи игры, в свою очередь, повлияли и на Origin Access Prime. Электроника, кажется, ожидала, что шутер будет стимулировать игроков и формировать подписку, но желающих оказалось меньше, чем надеялся издатель. Слушайте, вы знаете, вот когда реально чуваки хотят трубить бабла, им такие, fuck you. А вышел сейчас Орех, и за первый же день, там, не знаю, миллион скачиваний, просто люди ворвались, и всем это нравится. Вот когда ты делаешь, мне кажется, игру от какой-то, от сердца, от души, и это прям дико круто, и это заходит. А когда ты пытаешься срубить бабла, то получается вот такое вот у тебя. Пшшш! Ладно, где тут? Нет, сейчас я это закрою, чтобы он не мешал. Поехали дальше смотреть. Redemption долгая, длинная, уснуть. Можно, она офигенная, классная и красивая, и в нее можно играть очень долго. Так, цена второго дивизиона в Юплее со скидкой 1600. Да, кстати, если у вас особенно есть эти Юби-баллы, вот эти вот, которые вы можете на скидочку потратить, то это классно. Хейтеры с Гохи станут миллионерами, у них каждая игра провальная. Надо шортить всех издателей. И, кстати, можно. Ну, надо в обраточку делать, да. Скидки откуда? Чтобы 1600. Если вы пользуетесь Юплеем, и вы покупаете там игры, вам за это баллы дают, и за то, что вы играете в их игры. И их, соответственно, можно тратить на скидки, если вы вдруг не знали. Это очень удобно. Нафиг тот криптотрейдинг, надо акции, игры покупать, хоть знаешь, шо перспективней. Ну, вот купи и взлетел. Взлетел сразу. Всех нельзя. Шортлист на NASDAQ, только определенные, обычно очень крупные фирмы. Я не могу играть в бесплатные игры, я не настолько богат. Apex нравится. Орех. Орех. Игра... Смысл играть в RDR, если все в конце умрут. Ну, сюжет, красиво, фармить можно. Не все умрут. Скидка Юбиклаба, минус 20% за 100 баллов. Да, 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 да. Арих это королевская битва, типа, да. Юбибаллы это к дивизии первой относилось, и ко второй тоже относятся. Полные Юбибаллы было, так. Юбибаллы применимы ко всему. Ну, это... Карбюратор, видимо, пытался так пошутить, что Юбибалово. Ха-ха-ха-ха-ха. Созвучно и другому слову. Вот жена... Жена на тело-то улыбается такая. Ха-ха, это у вас юмор такой на работе, да? Ладно, понятно. Почему раньше игры были лучше? Премиум. Слон Эдишн. Так, это Слон, видимо, написал. Верните мне мой... Мизозой. Ха-ха-ха-ха. Слушайте, у нас есть автор на портале, зовут его Доктор Слон. Я прям представляю себе, что это Доктор Слон, такой в очках. У меня ученая степень по хоботологии. Вот. Короче, Доктор Слон периодически пишет... Ха-ха-ха-ха. Периодически пишет интересные материалы, но иногда он пишет материалы таким языком, которым невозможно прочесть. Картинка хорошая. Приветствую, господа... Я вам просто вступление прочту, потому что это, видимо, большая статья. Тут много-много-много букв. РПГ тогда, РПГ сегодня. Ну, вот да. Революция взлома. Сюжет. Антон Логинов. Много-много букв. Большая статья. Если вдруг вам... У вас есть лишние 15 минут времени, я думаю, что вы можете... Доктор Слон периодически пишет дичь. Согласен. Ну, я не всегда... Мне не всегда нравятся его материалы, но у него иногда есть что-то прикольное. Приветствую, господа интеллектуалы, пишет нам автор. Вы, вероятно, слышали много воплей на данную тему как от all-фагов, так и от new-фагов. И, вероятно, уже занимаете чью-то сторону или имеете собственное мнение данного вопроса. Но вопли, срач и псевдоаналитика от недалеких людей имеют такую особенность, что не внушают доверия и уважения и не способствуют возникновению понимания в голове, а лишь подталкивают и науськивают на то, что выгодно вашему собеседнику, заявляет нам один из таких собеседников. Но что, если попробовать исследовать данный тезис, отбросив все это, всю Википедию головного мозга, толерастию, манипуляции общественным сознанием и дешевый сарказм, и обратиться к фактам и логике, которые позволяют взглянуть на ситуацию более трезво. Давайте я... Слушайте, вы знаете, что на самом деле? Я бы с удовольствием... Есть... Может быть, вы знаете, друзья. Да, сложно. Слишком сложно, вырубай. Есть какая-нибудь программа, которая бы позволяла зачитывать текст со страницы. Я, потому что периодически откладываю такие материалы, но мне их не всегда удобно читать. Я бы с удовольствием, например, ехал в машине, открыл бы на телефоне в каком-нибудь приложении данную страницу, чтобы он мне весь этот текст зачитал Google Translate. Да? Сможет? Ну-ка. А сколько в него текста можно загрузить? Приветствую, господа интеллектуалы. Вы, вероятно, слышали много воплей на данную тему, как от аутфагов, так и от ньюфагов. И, вероятно, уже занимаете чью-то сторону. Она будет так читать, что я заснул. Кто идёт на Алиду? Оль. Я в Москву сегодня еду. По делам. Надо... Документы отвезти. Да, друзья, надо Алиду сегодня посмотреть. Вышло. Вышло в кино. Так что завтра про неё расскажу. Чё? Да. Ладно. Короче, друзья, если вы хотите почитать Слона, вот вам ссылка. Там много букв. В новом трейлере Анфим показали эндгейм-контент. Я вчера что-то Бейсовского смотрел, он рассказывал про Анфим. На корейском канале PlayStation появился трейлер Анфим с геймплеем. В нём кратко показали контент ролик с русскими субтитрами. О, не, не буду тебя. Потом посчитаю. В нём показали контент, который будет доступен на максимальном уровне врагов, оружия, способностей дживелинов и даже кадры из нескольких сюжетных кат-сцен. Ой, как круто. Ранее в сети появился ещё один ролик с эндгейм-контентом. Там показали... О, слушайте, я где-то видел этот же ролик. Сейчас он его то ли раздавит, то ли не раздавит. Не помню. Они, в общем, спасались. Ранее в сети появился ещё один ролик с эндгейм-контентом. Там показали намного больше геймплея. Намного больше геймплея. Вот здесь. В смысле, вы можете здесь его посмотреть из нашей новости. Если сможете. Пробный период завершился 3 февраля. Он прошёл негладко из-за технических проблем. Хотя я осталась всем довольна. Слушайте, я вот не понимаю, почему в анфе были сбои, хотя в него играло меньше людей, чем сейчас играют в Апекс. Это как-то странно. В Апексе нет проблем никаких с логином. Если вы заинтересованы игрой, почитайте наши статьи и гайды. Их у нас можно найти по тегу, который, видимо, Арганаки писал. Там есть описание дживелинов, их способностей, режимов, руководства по оружию, крафту и важные новости по игре и многое другое. Релиз игры выйдет, фу, состоится 22 февраля на всех остальных платформах. Но если вы оформите подписку Origin Prime и сможете начать играть 15-го числа. Привет, Фазды! Привет, Андрей! Потому что Апекс на движке Source, а Анфим накосячили с сетевым кодом. Ну, возможно. Окей, да. Так, давайте посмотрим, что у нас там еще было интересного. Так, это у нас уже было, 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 было. Уже много игр там написали. Ashes of Creation Apocalypse на подходе стресс-тест. Кстати, если вы не знаете, Mail.ru будет издавать и эту игру. Ну, слушайте, я знаю Ashes of Creation как MMORPG. Зачем они сделали вот эту поделку Apocalypse, которая вроде как PvP-режим от ММО-игры? Не понимаю. О, Органаки, а ты играл в Apocalypse? Апекс иногда бывает ошибка. По той же причине, почему игра не выглядит так же, как и на E3. Они писали, что не включили допсерваки, не ожидали столько народу. А вы думаете... Блин, ну... У меня нет времени. На Battle Royale. Да ладно, но это же как бы, ну... Посмотреть там вот это вот все... Вот это вот. Ну, или как-то написать по ролику. Мы же профессионалы. Все профессионалы могут написать обзор по YouTube. Нет. Выйдет нормально, я сейчас поиграю. Я, кстати, придерживаюсь точно такой же точки зрения. Я не понимаю, нахрена было делать вот эту штуку. Ну да ладно. Компания Interpeed провела несколько этапов тестирования своей игры. Теперь разработчик планирует осуществить полноценный стресс-тест. Мероприятие состоится уже в ближайшие дни. 7 февраля. Сегодня. В полночь. Он откроется и заткроется завтра в 5 утра по московскому времени. В течение дня будет доступен только американский реал а само тестирование пройдет в режиме Battle Royale Squad. Ну, если вам интересно, вы, конечно, можете зайти поиграть, но я дальше пойду. Я могу пойти в качалку и с таким же успехом бить грушу. Рецензии по CGI-ролику. Куда? Пока еще в софт-креэйшн делают королевскую битву в BDW уже зарелизили. Так. Зачем все эти новые игры, если есть World of Tanks? Да. Камон, какой камень? Сейчас ракета на 15 метров в глубину и большой бункер взрывают. Я не понял ничего. Это же Kickstarter мусор. Это не Kickstarter мусор, это норм проект. Ash of Creation по... О! Диванная аналитика. Ash of Creation помойка и все ММО, которые сдает и будет сдавать мыло, помойка донатная. Отличная рецензия, просто. Просто великолепная. Blood and Soul колыбель кошмаров скоро откроет свои двери. Здорово. Респаун хочет, чтобы Apex Legends была игрой на десятилетие. Это, мне кажется, вчера читал я. Ну ладно. Microsoft Store теперь Xbox Games майки хотят объединить все под брендом Xbox. Замечательно. Stream Apex Legends это вчера было у нас. Духовую наследницу XCOM Phoenix Point снова отложили. Ты хрен с ним, я не люблю XCOM. Вот, друзья, материал Доктор Кто или как я потерял веру в человечество от Дитрума как раз про Толерастию в играх и прочем. Прикольный ролик. Вот. Большая статья тоже я вчера читал. Если вдруг у вас есть свободные 15 минут, можете зайти глянуть, пожалуйста. В принципе, она хорошая. Disney доволен тем, как Electronic Arts работает со Звездными Войнами несмотря на скандалы. Отлично. Андрей, как думаешь, Apex убьет Фанайт? Нет. Lost Ark стреляю за Lost Ark стреляю за двор в упор. Lost Ark выйдет будет. Я буду в Lost Ark играть. Так. Ash of Creation помойка 3. Можешь доказать, что все МММО от мыла нет донатной помойки? Я могу доказать, что люди, которые так пишут, недалекие дурачки. Ну, вот как-то так. Кому ничего-то доказывать, друзья? Вы либо играете в игру, либо не играете. Если у вас нет денег на бесплатные игры, блин, купите вы игру с подписочкой и играйте в нее. Ну, в чем проблема-то? Я предлагаю взять этого человека как автора новостей, который про донатную помойку понесал за любые деньги. К сожалению, люди, которые так пишут, они, ну вот, кроме вот таких высеров, ничего сделать больше не могут. Какой-то конструктизм, к сожалению, отсутствует. У нас на форуме же много людей, которые играют донатной помойки, жалуются и продолжают играть и фармить. Норм. Мыло мой кумир. Проплачено от мыла. Андрей, надолго тебя в Лос-Тарк не хватит, там фармил его не меньше, чем в БДО. Ну, значит, не буду в него играть. Кто заставляет донатить? Я играю в Аркейдж для своего удовольствия и мне норм. Арганаки, но ты не понимаешь, ты что? Есть же люди, которые играют, слушают, ну, как бы, чтобы быть в МО РПГ на первом месте, вам обязательно нужно донатить. Помимо того, что вам нужно покупать подписочку, вам нужно либо в шопе покупать всякие заточечки, либо у РМТшников покупать, не знаю, что там в играх покупают. Когда я играл в линеечку, надо было покупать точки, много-много-много точек, чтобы точиться. Возможно, собственно, в Аркейдж все то же самое, ничего не изменялось. Но если ты просто играешь для своего удовольствия, тебе донат этот нахрен не нужен. У меня жена говорит, дай мне, пожалуйста, просто донат, я хочу себе купить лошадь, я хочу купить себе платье красивое. Она не говорит, что дай мне денег, чтобы купить себе какую-нибудь пушку, и я буду всех нагибать. Нет. Я ее скрафтила. Она ее скрафтила. Так что учитесь получать кайф от игры. Не надо играть в MMORPG игру, чтобы всех нагибать. Вот смотрите, у нас Гара играет в БДО, чтобы быть там каким-то топ-классным чуваком. Блин, это же столько времени у вас отнимает, чуваки, расслабьтесь. Играйте в игру по кайфу. Клан должен быть как семья, все должны дружить, ездить, не знаю, встречаться в реале, кайфовать от этого, расслабляться, а не осада, пукан, горит, что такое, где все. Надо расслабиться и получать удовольствие. ММО, плюс подписка, плюс сюжет, это СВТОР. СВТОР охрененная игра. Согласен, лучшие ПВЕшные вообще, вон, жена показывает палец, восемь охрененных сюжетных линий, все озвучены, все с анимацией, читать ни хрена не надо, вы сидите и наслаждайтесь ПВЕ-контентом, просто вообще топчик. Так, Зачем деньги на бесплатные игры? А, ты смешной. Слезы потекли. Стример повержен, аналитика ВИН. Кстати, в Яндекс переводчике тоже есть озвучка, у Яндекса есть переводчик. Донатить, задротить, а когда работать? Вместо сна. Так же, как Сиротина рассуждала я, не хотите, не покупайте Battlefield, а потом хоп, и минус 13% упало за один день. Боже, я не могу смотреть этот чат, ник рыцаря сплошь сияет. Первое место увеличивает размер перчика на 10 сантиметров или же IQ на 100, по-моему, вот, Арганаки, смотрите, Арганаки нормальный чувак, он успевает во все играть, он еще ходит в качалку, вообще молодец, как так? Я вот не успеваю ходить в качалку и играть вообще не успеваю. Алиса играет в компьютерные игры? Нет, Алиса не играет в компьютерные игры, она играет на консоли. Так, тебя все убивают там кайф, тебя все убить, тебя может убить, не знаю, только топ чуваки, ну ладно, отдельно разговором. Что ты можешь сделать, кроме огородов? Не знаю, я вот что-то понял, что мне Аркевич поднадоел, собрал все свои шмотки, и там сейчас все проплачено и пропадет, и просто пролетит на почту, не захочется снова поиграть в МРПГ, я либо вернусь в Аркевич, либо дождусь новой игры. Гара третий год, когда перчик плюс 10 сантиметров сделает. Скажите маньяку, что он зря донатил, он вас порвет. Сиротин, какие эмоции. Гара либо в БДО, либо в 777, он азартный. Когда Lost Ark выйдет в этом году? Помню, вы списывались с Мэлом по поводу разговора об этом. Они сказали давайте сделаем интервью, потом сказали, что не сделаем. Они должны были уехать в феврале к корейцам общаться и типа там у них интервью взять с нашими вопросами. Не знаю. Что там это про топчик это Star Wars The Old Republic. Игра по... Она вышла давно уже кажется, да? Она вышла ого! Блин, приколись, она вышла в 2011 году. Слышишь, жена? Ей уже 8 лет. 7. Это я старый? Когда она вышла, она была прям вообще дико крутая. Я не знаю. Сейчас, вы конечно сейчас будете в нее играть, наверное, вам покажется, что в ней графония не очень. Но она классная, да. И она сейчас стала еще free to play и плюс в ней есть подписочка. Ну, то есть, такой freemium. То есть, чтобы high level контент вам получить, вам нужно подписку оплатить. Если вы будете играть как лошара, ну, как нормальный игрок, то вам подписку не надо платить. Но, вообще, если вы не играли в SVTor, в нее даже можно играть просто как в PvE-игру. Кстати, а в ней сократили очень много контента в угоду хотел сказать вахоебам, нет, как это называется-то? Казуалам. Чтобы как можно быстрее достигнуть капа и получить какой-то high level контент. Раньше было намного больше квестов и они дольше проходились. Вот. Жена дом и хозяин, жена, да, это дом и хозяин. Шош, так хейтеры так старались, а разработчики антом остались довольны. Там очень дешевая подписка, кстати. 500 рублей? Я не помню, сколько она. У меня жена платила, я не платил. Я его SVTor еще на ЗБТ гонял. Да. SVTor крутая тема. Вот. Это только я просрал АК из-за тупой поддержки. Ну, органоки все просирает у нас и постоянно ругается на поддержку Electronic Arts. Шегги не добавят в Mortal Kombat 11. Да и хрен с ним. Анфим разработчики остались довольны демо-версией. Молодцы. Mortal Kombat 11 трейлер и геймплей Кабала. Это ты что ли? Кабала? Кабала. Вот Кабала. Алита. Идем сегодня на Алиту, друзья. Алита, ты очень особенная. Сейчас перед посмотрим. Нет. Слепая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот смотрите, если вы будете говорить, что в Москве классно Вот на это посмотрите и плакать начинайте Сука Кабала вернут Крутяк, да Вернут Днем в будний день Вот, да Короче, Кабала ссылку скинул Jump Force трейлер Это уже Гару у нас показывал Кстати, вот прикольный файтинг Но я так со стороны смотрел Норм В премьеру так всегда Это не относится к премьере Возьмите вот там Вот какой-нибудь там что Вот Среду На соточку дешевле Сатенчик На сатенчик попкорна Нюхнете В В В В В где? В буфете Хардстоун Проклятие обрушилось на таверну Хирус из-за стороны Следующим героем станет Андуин Мне кажется, Хардстоун закрыли Нет? Ой, Хирус из-за стороны Вышел Кинематографический трейлер Кошмар Артема Но мы вчера это читали Так что Все Ночью надо идти Ночью Ночью спать надо, друзья Спать Пытаться Что? У нас на сегодня все Давайте я вам расскажу Про Розыгрыш активности Который у нас тут Во-первых, сейчас идет Крутой конкурс По игре метро Вы можете Сходить Посмотреть По игре Поучаствовать В метро исход Это раз Вы сможете выиграть Либо Крутую коллекционочку Вот такую вот Либо Там еще будут Какие-то две или три Я не понимаю, сколько игр Мы штук пять, кажется Разыгрываем Можете поучаствовать Плюс, соответственно Можете почитать И, ну Можете купить игру Вот, нажмете Купить у нас на сайте И будет вам вообще Респектос А сколько стоит игра? Специальное издание Аврора Пять с половиной тысяч Ты тысяч Издание первого дня Три девятьсот девяносто девять Метро издание первого дня ПК Тысяча Девятьсот девяносто Девять рублей Или вот Коллекционка За семнадцать тысяч Рублей Семнадцать тысяч И Канистра С топливом Смотрите, еще есть кэшбэк Летишопс такой Та-да Хочешь кэшбэк? Пять процентов вернем Вот Плюс В Кантаче У нас В Кантаче В Кантаче Стартует В двенадцать часов Розыгрыш Не знаю Пока мне кажется Не работает Ссылочка Но в двенадцать часов Запостится Можно будет Получить ключик В ЗБТ Конкурс Блейд Плюс мы на сайте Их будем разыгрывать Так что Заходите Смотрите За последние несколько месяцев Довольно интересный На первый взгляд Корейский проект Картспел Начал постоянно радовать Пользователей Которые его ждут Неожиданными новостями Это про него сегодня Арганаки писал? Да Арганаки А как вообще игра? Хьюман Ну хорошо хоть хьюман Дефаунд Сетит Бодифейс Хейр Фича Норм В общем Друзья Если вы Будет доступ Скажу больше Ха-ха-ха Так давай А чё Она ещё не вышла? Игра в раннем доступе В смысле Она недоступна? У неё уродское название Но Мультипобеда Это что такое? А это что такое вообще? Это Аниме Стайлиш Action Battle Game From Third Person Perspective Игра в стиле аниме Экшон С видом от третьего лица Игроки могут Биться В PvP и PvE миссиях Плюс есть ещё боссы Игроки собирают Какую-то карму И используют её в битвах Каждый игрок Use Who use BDO аниме В статье Есть ссылка В общем Друзья Арганаки У нас Написал по поводу Данной игры Целую статью Слушай Ну выглядят они Ничёшно так Выглядят Ничёшно Главное Чтобы не было Как Dragon Nest За последние Несколько месяцев Довольно интересно На мой взгляд Корейский проект Card Spell Начал постоянно Радовать пользователей Которые его ждут Неожиданными новостями Если в прошлом году В основном Все новости Касались процесса Заработки Ключевых механик Уже В этом они Призывают Тестировать игру И как бы намекают Что ОБТ На горизонте О Какой классный чувак Отвич его Почему-то забанил Но перед Основной частью Текста Я вкратце Напомню вам Что из себя Представляет данный проект От разработчика Cock Games Card Spell Это экшн игра Выполненная В аниме Мультяшном стиле Где пользователям Предложат взять на себя Роль Некого Сосуда В котором живет Дух древнего Великого героя На выбор вам Предложат создать Мужского Или женского Персонажа Ну вы же понимаете Кто лучше Сосуд Для Вот этого Древнего Великого героя Сам по себе Редактор в игре Нельзя назвать простым Но и он позволит Вам детально Настроить Свой сосуд Изначально Пока что Будет доступна Только раса Людей Но в дальнейшем Разработчики говорили Что сосуды Будут не только Людские Каждый сосуд В данном мире Способен использовать Специальное оружие Которое называется Карма И оно по сути Определяет Какую роль Или класс Сосуд Выполняет На поле битвы Пока что в игре Есть всего 4 типа вооружения Различащие между собой По типу Нанесенного урона А так же К каждому из них Привязаны основные способности Которыми Сосуд Будет наносить урон Однако В любую активность Вы можете взять Сразу два типа кармы И свободно между ними Переключаться Мир игры Нельзя назвать открытым Ведь корейцы Решили использовать Распространенную Систему хабов Грубо говоря Изначально Все сосуды Будут собираться На специальной базе Где уже Где уже могут выбрать Любую миссию На которую Захотят отправиться Как уже известно Контент игры Будет делиться На различные ПВП режимы И ПВЕ Битвы с боссами Так что Каждый найдет для себя Каждый сосуд Извините Забыл сказать Каждый сосуд Найдет для себя Занятие по душе И наконец Последнее Что стоит отметить Это боевая система Так как игра Относится к жанру Экшен Помимо основных способностей У каждого оружия Есть набор Разнообразных комбинаций Для нанесения Эффективного Урона Вот Ну если вы хотите Дальше про сосуды Почитать Тут много букв Разных указано Ссылочку я Вот скину вам Друзья Заходите Ээээ У нас эту игру Будут называть Словом сосуд Когда встречаем сосуд Пьем стопку текила Дайте мне Мой сосуд Слушайте Ну прикольно Да Для победы Нужно делать Персонажу Вместимые сосуды Во Во А ты шаришь Вот смотрите Первый ценный комментарий Эээ Соснина пропускай Мы поняли Сосать надо Хоро Фу Как это некрасиво Надо Более изящно И деликатно Использовать Это слово Соси И бейся Бейся И соси Ну да Сосуд Жена Кто там угорает На заднике Жена Любимая О боже мой Это Мила Йовович Ладно друзья На сегодня все У нас Участвуйте в конкурсах В 12 часов Через 15 минут Должен начаться стрим По игре The Division 2 Если вдруг Вы не знаете Она должна в 12 по Москве Стартануть Запись стрима Выложим на наш Live YouTube канал Мила Охотник Да Я прям удивился Вот И увидимся с вами Сегодня Вечером 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 Что у нас будет Вечером Я что-то Что-то у нас будет В пострелушке Я себе записал Либо покажем Fear of Wolves Либо надо До релиза Допройти Metro Last Light Я его сейчас В процессе Прохождения Нахожусь Вот Так что В 9 часов Вечера Мы с вами Схлестнемся Сегодня у нас С 12 до 6 часов Вечера Будет Скорее всего Division Есть там будет Контента На 6 часов В 18 часов У нас Будет стрим По игре Concurse Blade Сегодня стартует ЗБТ Гара покажет И в 9 Соответственно Я К вам Вернусь И мы с вами Из сосуда Что-нибудь попьем Вот У меня на сегодня Все Андрей Конкурс Blade Конкурс Blade Будет Будет В расписании Все у нас Читайте Расписание Под стримом Будет камера От Гаро Он у нас Неожиданно Проявился Как человек Который умеет Стрелять Будет Органаки Наверное И Может быть Будет Денис Тот чувак Который в PUBG Рубает Просто Аки Боженька И Кто-нибудь Еще Не знаю Может быть Наташа Но Наташа Наверное Работает Может быть Иван Или Иван Тоже работает А я Может быть Присоединюсь Нет Я поеду В город Смотреть Олиту Работать Пойду в город Да Вот И Не смогу Сегодня постримить А Это собака Даешь Наташу Наташа Топчик Ладно Все Друзья Ха Тип Наташа Спасибо за хорошее настроение Давайте Ребята Увидимся С вами Алита На этой неделе Стартовала Уже есть Вот Смотрите Расписание Вот Можно прям С сегодняшнего дня В некоторых кинотеатрах Я думаю Что просто С сегодняшнего дня Ее можно смотреть В iMac На больших экранах И Я Вот Вот сюда Вот Наверное Поеду Вот Наверное Вот на Вот на этот сеанс Попытать попасть Да Так что Завтра вам Про Алиту Расскажу Расскажу Все Пока Я Убежал Немножко Поработаю И поеду За дочкой В школу А потом Поеду Работать В город Да Пока Увидимся С вами Вечер А что А что за Авито Да Ё Вашу Маму Ну что Вы Такие Вот Вам Ссылку Давайте Скину Авито Сними Нам На телефон Фу Фу Алито С 14 Вводим Все Давайте Так Так Где Включается